Добрый вечер. Это «Итоги» с Евгением Альбацией. Сегодня «Итоги недели» я буду подводить с бизнесменом Кириллом Лярцем. Кирилл, здравствуйте. Здравствуйте, Евгений Альбаций. Вы опубликовали пост на Фейсбуке, начало которого звучит так. «Путин разрушил Россию не меньше, чем Мариуполь. Все, что было создано несколькими последними поколениями – иностранные инвестиции, зарубежные технологии, интеграция в международное разделение труда – все сметено до основания. Я стояла у истоков процветания страны, а теперь смотрю на непрекращающуюся помпию». Конец цитаты, хотя пост дальше продолжается. Что побудило вас написать такой резкий пост? Вы знаете, я всю жизнь нахожусь в индустрии, в экономике, и все мое отношение к экономике связано с какими-то зарубежными проектами. Это может быть и мышечное строение, причем не только в кооперации это было связано с размещением акций за рубежом, с иностранными инвесторами. Ну а изначально то, что я в посте своем написал – это как раз истоки, когда я еще молодым совсем человеком пришел на мою самую первую работу в Институт внешнеэкономических связей, в отдел совместных предприятий, и все проходило через меня, маленького мальчика, который занимался тем, что встречался с экономистами зарубежными, приезжающими в Россию, создающими совместные предприятия. Тогда был такой первый и единственный способ иностранных инвестиций, который Горбачев открыл для иностранных инвесторов. Я видел тот бум, который начинался, огромный интерес, вот это все, я три года там работал, и как это все как шквал нарастало, нарастало. Но сначала все было осторожно и такими шажками мелкими, как бы приоткрывали дверь, смотрели по сторонам и потом влезали, и вот все это в таком состоянии потом эйфории начало развиваться. А вот сейчас я вижу, в том числе и на примере предприятия, которым руковожу, что вокруг все исчезает, все контакты, все связи, все перспективы, которые были там. Ну, та же, ну, буквально мы полгода назад все говорили о водородной энергетике, и мы в нее влезали, в эту водородную энергетику, там что-то строили, какие-то там планы, водородные трамваи, поезда, и тогда все, вообще ничего нет, все просто. Все иностранцы, наши партнеры пишут, ну, в России никогда, или вообще, они не отвечают на звонки, на письма, хотя уже даже некоторые контракты были оплачены по проектам. Вот, и, опять же, такой шквал информации по входящим компаниям, многих из которых я знал и по сотрудничеству, и просто друзья были какие-то. Они уходят, они закрывают свое производство, закрывают свои сервисы, а то же и в нефтегазе, и просто в общепите, да, вот, и все это создает удручающее впечатление. Понятно, что сравнение с Мариуполем, это такая метафора, но реально, если сравнить количество уничтоженных компаний и проектов, их намного больше получается, чем людей, там, убитых в Мариуполе. Хотя понятно, что жизнь намного ценнее, чем все инвестиции вместе взятые, но потери для будущего колоссальные. И я, честно говоря, не представляю, как Владимир Владимирович собирается потом, если он как-то норализует, как он собирается все это восстанавливать. Потому что все это, опять-таки, исходя из моего вот этого юношеского опыта, было основано на изучении, на доверии, именно на недоверии одновременно, на вот этих пробах и ошибках сотрудничества внутри России. Вот, но внутри тогда еще Советского Союза, да, это был 88-й год. Вот, но и сколько, ну вот все сравнивают, банальное сравнение с этой поправкой Джексона-Веника, сколько ее отменяли. Ее, по-моему, при Ельцине только отменили, даже не при Горбачеве. Вот, а сейчас нагородили больше пяти тысяч санкций. Вот, кто-то считал, что мы гораздо больше уже, чем Иран, получили санкции, ну, совместно персональных, там, региональных каких-то, там, корпоративных и так дальше. Ну, их огромное количество. Тогда с одной поправкой долго мучились, а теперь пять тысяч. Ну, нереально что-то сделать быстро. И в этой связи колоссальный пессимизм по поводу возможности развития нац в будущем. Вот упование на Китай, оно совершенно неоправданно, потому что Китай тоже все это время, ну, это страна хороший копировальщик. Она копирует, но все равно мы видим, ну, мне больше близок нефтегазовый сектор, поэтому я о нем, может быть, буду в сравнении говорить. Но мы видим, как они что-то привозят, вроде внешне красивое, симпатичное, но оно до сих пор недолго стоит и некачественно работает. Вы имеете в виду оборудование? Оборудование, оборудование, да. Потому что оно все, ну, как помните, там, в старике Хаттабыче, как Хаттабыч там золотые часы делал в Вольке, да, но они не ходили, но у них они были очень красивые. Вот многое-многое китайское оборудование, оно продолжает оставаться таким. Вроде бы они скопировали хорошо, потому что вот по соседству у них там завод какой-нибудь Линды там или Сименса, но по факту это потом не показывает ни такие же сроки эксплуатации, ни такой же качества эксплуатации. И это не будет нормальной технологической замены. Ну и потом получается, что мы будем, ну, не копировать, а перенимать технологии у тех, кто уже перенял технологии, и тоже с какими-то проблемами, ошибками там своими или чужими, которые они не могли сами посчитать. То есть они не критически это сами восприняли, а мы тем более. Когда у нас менторы немцы, там, англичане, американцы, это фактически первый источник. И можно совместно это все исправлять. Здесь и о совместной работе ничего, так сказать, я бы не сказал хорошего. Китайцы, они любят только поставлять оборудование, да. А что-то совместное предприятие, я особо не вижу, чтобы китайцы так создавали, кроме как, ну, по добыче, ну, то они только инвестиции, а давайте нам отдавайте инвестиции своим сырьем. Вот, а технологического ничего у нас с китайцами особо нет. А вот с немцами, с американцами, с англичанами, с голландцами, все это было, а теперь этого не будет. Как вам ваши иностранные партнеры объясняли, почему они уходят из России? Вот каковы были, какая была мотива? Их заставляли, их правительство, или это было личное решение их владельцев компании? Что случилось? Я думаю, что, ну, не думаю, а с теми, с кем я разговаривал, у них просто конкретный страх перед санкциями за свое собственное будущее. То есть никакой ненависти там ко мне или к моему предприятию у них нет. Ну, и, собственно, с чего, да, там, я не подавал повода, чтобы про меня сказать, что это, так сказать, плохое, как про какого-то желодера там и кровопийцу, да. Вот, но они говорят, что мы не можем себе позволить ради там одного-двух контрактов, мы же не колоссальные закупщики чего-то, вот, навлечь на себя санкции. А даже если и колоссальные, то для них это тоже там серьезное уголовное преступление. Я это еще вот с Крыма знаю, когда мы после Крыма там пытались строить там метанольный завод и закупали в Германии трубы. Вот трубы, они очень уникальные, такие в России вообще не производятся, и очень долго получали согласование на поставку труб. Но я спрашиваю, почему бы вам просто не поставить трубы? Они говорят, ну, это не метанольный производитель, они говорят, мы, если поставим, и не дай бог это под санкциями, то пять лет тюрьмы прямо вот же скачут, да, даже разговаривать не будут. Вот, соответственно, это серьезные сроки для них, помимо каких-то санкций, ну, и потерь денежного характера, и никто не хочет рисковать. Ну, не видит смысла. Мы сейчас наблюдаем, что вот из России уходят, ну, все подряд компании совершенно. Просто назовите компанию, и мы проверим и увидим в индексе Ельского университета, что компания услышит. Что происходит? Почему такой начался буквально бег? Они боятся это, западные компании боятся, что у них здесь будут национализировать их производство, если это касается производительных компаний. Или, ну, вот, с вашими компаниями, я поняла, с вашими партнерами есть санкции, которые введены их государствами, и, соответственно, они не могут работать в нефтегазовой сфере, потому что там немецкое правительство или голландское правительство ввело санкции против российских контрагентов. Отраслевые, да. Отраслевые санкции. Но ваше объяснение, почему все остальные побежали? Ну, я думаю, что и этот фактор для них важен. То есть они производят как часть такого транснационального юридического лица, который подпадет, безусловно, под экстрадиториальные американские санкции, если будет заниматься, продолжать делать то, что запрещено американцам. С одной стороны, ну, а с другой стороны, вот то, о чем сейчас говорят, вот эта культура отмены, да, она тоже стала таким шквалом, что ли, да, в их восприятии действительности. И они считывают то, что делают другие юридические лица зарубежные, они считывают правила поведения взаимоотношений с русскими, ну, с российскими контрагентами. И эти правила взаимоотношений сегодня совершенно новые, они просто не воспринимают сегодня россиян как равноправных, ну, с точки зрения обычных гуманитарных ценностей. Вот, и, ну, там, хуже мы или лучше, я думаю, что они глобально считают, что теперь мы гораздо хуже, и с нами опасно, ну, то, что там некоторое время называлось токсичностью, сейчас, может, слово не особо воспринимают. Ну, и сейчас, собственно, вряд ли даже эта токсичность, может быть, окровавленность, я бы сказал, да, то есть все считают, что у нас тут у всех руки по локоть в крови, любимое выражение Владимира Владимировича. Вот, и поэтому с нами лучше не общаться, чтобы не перепачкаться, и чтобы кто-то там из их партнеров там не видел, что остатки нашей крови на их общих слагах остались, и они, так сказать, засветились. Ну, я вижу, я общаюсь там с ребятами там из того же Шеллова, которые колоссальные инвестиции, да, они были первыми там в 91-м году, которые начали проект на Сахалине. Вот они все это сейчас вынуждены бросать, помимо того, у них там еще есть проекты в Ханты-Мартийском автономном округе, да, в Ханты-Мартийском автономном округе. Вот, и есть заправки, есть там какие-то еще планы, чтобы построить в услуги, да, вот СПГ-планы были. Все бросили, я понимаю, я с ними разговариваю, они в ужасе, для них это потерянные надежды, перспективы, может, компании, конечно, их не бросят, их перевезут, там, релокация, тоже классно там российскому человеку переехать куда-нибудь в Великобританию работать на постоянку, но они же раньше не переживали, тоже это можно было сделать. Они думали, что здесь они могут очень много реализовать, потому что очень многие иностранные компании, которые были здесь, были не фуфлыжники, а те, кто приходили с интересными идеями, инвестителями в интересные идеи, ну, по крайней мере, среди вот круга моего общения. И для них потеря этих проектов, это, может быть, для многих, как менеджеров этих проектов, да, или сопричастных к реализации этих проектов, это потеря части вот своего будущего. Это очень больно воспринимать, очень больно. То есть это не то, чтобы вдруг появилась такая русофобия, а эта реакция, как где-то я читала, что, когда были опубликованы снимки как раз Мариуполя, вот этого совершенно убитого города, 90% жилой инфраструктуры города разбито, что это стало вот какой-то вот такой вот точкой предела, когда иностранные контрагенты сказали, все, больше с этими людьми иметь дело нельзя. Ну, мне кажется, Мариуполь уже как некая жуткая обыденность, если ты понимаешь, вот какой-то перелом был на Буче скорее, да, когда прямо еще вот всплеск уходящих компаний после первой волны не произошел. Ну, Мариуполь уже понятно было, что там все будет хуже и хуже и хуже, и каждый день просто констатация факта, что от города ничего не осталось, а там дети умирают. И люди погибают, и кто-то там держится, но все больше сдается, но и не та картинка, и не то же ощущение, оно действительно превратилось в рутину. Ну, а вот Буча, на мой взгляд, я совмещаю с неким всплеском такого бегства, да, вот Буча, скорее всего, была более серьезным фактором для принятия быстрых решений и окончательных решений. Если кто-то еще думал до Бучи, ну, мало ли, там сейчас вот постреляют, потом раз и помирится. Еще же тогда шли переговоры, да, мы помним, что шли переговоры, Турция, какие-то картинки такие с радостно встречающими всех Лукашенко, там, вся Беларусь. Вот, ну, сейчас таких картинок нет, и нет надежды. Поэтому все уже принимают, по-моему, окончательно решение. Я не вижу, кого бы то, кто еще думал. Сейчас только вопрос о том, как быстро они сворачивают свои складские какие-то запасы, если кто-то не передает бизнес. Да, кто передает бизнес, они пытаются быстро сейчас, чтобы их там не заподозрить в каких-то мультинациях свои же, да, не местные, они пытаются там кому-то продать, передать, там, в трассе, ну, условно, в России там трассы не действуют в нормальном варианте, ну, какие-то сделки, репост совершите, по-быстрому отсюда уйти. Они теряют большие деньги на это? Да, я думаю, колоссальные, колоссальные, ну, в зависимости от того, кто здесь был, вот, ну, какие-нибудь, там, тоже Шелл, Катерпиллер, там, ну, Шелл, миллиарды, Катерпиллер, сотни миллионов, там, ну, вот такие порядки. Заводы, которые, компании, которые автомобили производили, тоже миллиарды, и они понимают, главное, что это все под списание идет, да, тем более они видят, и слышат с самого начала угрозу, что будет национализация, если они не вернутся, если все бросит. Пока непонятно будет это или нет, я думаю, что рациональные политики типа Собянина, они стараются эту тему не будировать, все-таки надеются, что что-то закончится, да, мы вот, например, Собянина же вообще не видим в этом поле, зигующих и ликующих, вот, я думаю, что для него важно, чтобы очень много рабочих мест, которые сегодня брошены иностранцами, но поддерживаются просто чисто финансово, там, два-три месяца, многие готовы были сохранить позиции, дать им надежды, может быть, поддержать их как-то, но я вот вижу, вот это было по делам предприятия правоохранительных органов, и они-то обсуждают, что сейчас вот закроют декатлон, и нам надо сразу что-то делать, как-то заставлять их выплачивать людям, это тоже французская компания, насколько я понимаю, да, выплачивают людям деньги, ну, там, что-то, я так понял, что в отличие там от других, вроде как там они не слышали от них, эти правоохранители, что они будут их долго поддерживать, они сразу рассчитают и до следов. Вот, и они прямо вот у них, у правоохранительных органов прямо сейчас задача максимально работать с иностранцами и уходящими, чтобы не спрощать их по максимуму, чтобы они как-то поддержали как можно дольше рабочих, ну, там, продавцов, рабочих, у кого что, какая рабочая сила, чтобы дать время местным органам власти тоже подготовить места рабочие для уходящих, потому что сразу такой объем рабочих мест не предоставить. Ну, понятно, что даже в будущем с аналогичными заработками не предоставить. Будет падение доходности личной у многих тех, кто сегодня работает в иностранных компаниях. Я думаю, они тоже это понимают. Ко мне приходили устраиваться из Тойоты, да, Тойота тоже закрывает палоны и люди ходят еще и работают. Ну, там они были продавцами автомобилей, я ничего особо предложить не могу, но там не рассказывают, что нам сейчас все в поисках и знаем, что нас все знают, что нам сказали. Значит, соответственно, все сейчас ищут. Рынок труда переполнен, не для меня это подходящие кадры, но, в принципе, сейчас наниматели могут порадоваться. Много предложений на рынке и на рынке таких ресурсов. А какие сейчас настроения в российской бизнес-среде, вот среди ваших коллег? Может быть, наоборот, сейчас время возможности, они скажут, что сейчас уходят конкуренты, и мы теперь с опорой на собственные силы. Я помню, как раз после 2014 года, после аннексии Крыма, когда началось импортозамещение, то многие радовались, что сейчас правительство даст денег, и можно будет создать свой бизнес. Вот какие сейчас настроения? Я думаю, в некоторых отраслях, в том числе и в меня, честно скажу, есть позитивный настрой, связанный действительно с уходом компаний, производивших, поставлявших аналогичную продукцию, но из-за рубежа. Надо сказать, здесь у меня тоже есть такой интересный опыт. Я некоторое время в начале 2000-х возглавлял комитет ТПП по защите прав России, российских поставщиков в СРП, в проект СРП. А что это за комитет? Комитет где? Это был комитет торгово-промышленной палаты. А, в торгово-промышленной палаты. И мы тогда боролись за права российских производителей бурового оборудования, нефтегазового, на предприятии Сахалина, Сахалин-1, Сахалин-2, и Харьяга, который с Таталем, тоже в Хантаманси, а в немецком автомобиле округа. Вот. И в принципе, мало что с тех пор изменилось, надо сказать. Ну, там, позиции патриота-производителя, скажу так. Вот. Все это время многих потребителей продукции тяжелого машиностроения, какого-то точного машиностроения, иностранные поставщики стояли на первом месте. Мало что изменилось. И они сегодня, многие ушли, ну, может быть, уйдут и почти все. Кстати, хочу простой пример сказать, я о нем тоже в Фейсбуке возмущался. У нас сломалась горелка у электросварки, электродуговой сварки. Она шведская. Ну, мы позвонили сразу в магазин ЭСААБовской шведской сварки. Они говорят, а все, все подсанктивно. Знаете, у вас там в этой горелке чип, который одновременно и на военные ЭСААБовские, не ЭСААБ, а СААБ, да, военные ЭСААБовские самолеты тоже ставятся. Поэтому они больше к вам не поставляются. Вот. И нам пришлось просто кустарным способом ремонтировать. И это будет все больше и больше. То есть хорошее оборудование будет исчезать. Ну, возвращаясь к импортозамещению и счастью, которое привалило нам, так сказать, производителям, да, я думаю, что какая-то простая продукция получит больше шансов для производства, для реализации сбыта внутри России. Ну, в связи с отсутствием конкуренции, с одной стороны, с другой стороны, в связи с тем, что потребительские способности падают и гораздо проще будет не искать что-то за рубежом с какой-то сложной логистикой, там, с обманом, с санкцией все ввозить в Россию, а покупать все российские производители. Но высокотехнологичную продукцию россияне, российские предприятия еще не скоро смогут производить. Вот заменить раз на раз что-то, связанное с электроникой, невозможно. Вот везде, где есть электроника, где какой-то там элемент искусственного интеллекта в оборудовании, мы не сможем. И я боюсь, что только вот железячники, типа, нашего завода, будут радоваться счастью, что на нашей улице есть праздник. другие производители, те же автопроизводители, производители строительной техники, какого-то приспособления, оборудования для тех же станки, которые все равно имеют систему управления, поставлявшуюся за рубежа. Вот. И у них не будет возможности все это производить, где-то доставать. Вот. поэтому радость будет не у многих. Ну, у кого-то будет, да, согласен. Скажите, пожалуйста, а вот вы когда-либо, когда-нибудь финансировали какие-то партии или вообще как-то интересовались политикой? Нет. Никак. Я, нет, подождите, я 12 лет был издателем газеты «Кворум», которая сдалась в Государственной Думе, и от этого я пытался сдаваться в Госдуму, это был 99-й год. Но потом, значит, я эту газету сдавал долго, до 11-го года, но потом перестал, потому что смысла уже в ней не было. Она была интересна, когда можно было какие-то полемику, партии, организовать какие-то лоббистские статьи. мы на это жили. Были лоббистские статьи, которые финансировались большими компаниями, ассоциациями и так дальше. И потом это все, когда парламент стал не местом для дискуссии, это все прекратилось, и смысла никакого не имела. Вот такое было у меня вхождение в политику, но партии никогда не финансировали. Но может быть в этом же и проблема, что теперь политика пришла за вами? Ну, как сказать, она не за мной пришла, она за все страны пришла. Мы участники или соучастники всего этого. Живем в этом. Ну, я, безусловно, как, наверное, и вы, Евгений Марков, я вас видел на многих митингах, куда я ходил, и вы тоже ходили по одним мостам, ходили по одним площадям, но это, конечно, не то, что пассивная часть, но не слишком активная часть с моей стороны. Я имею в виду бизнес, вы, когда я говорю вы, я имею в виду более широко бизнес, средний бизнес, который, как мне всегда казалось, должен был заинтересован быть в демократической политике, но даже во время протеста 2011-2012 года мы уже видели, что на протесты в общем выходило не так много бизнесменов, как нам бы хотелось, а потом, когда опять цены на них стали хорошими и вообще все стало хорошо, они опять перестали ходить. Может быть, с этим связана проблема, нет? Ну, во-первых, очень трудно отличить бизнесмена в толпе на болотной от не бизнесмена. Поверьте, я там видел много очень крупных бизнесменов, которых я знал лично, они знают меня лично. А с другой стороны, бизнес-то это консервативное действие. мы наоборот заинтересованы в некой стабильности. Понятно, что мы не хотим, чтобы стабильность была на крови, но если стать на позицию бизнесмена, либерала с политической точки зрения, с экономической либерала, либералы многие бизнесмены, а вот политической может быть и нет, то с позиции бизнесмена нам хотелось бы, чтобы все было предсказуемо, тихо, спокойно, как в Швейцарии, наверное. И если бы не было подавления таких общегражданских ценностей в России, то, наверное, Россия, она была похожа в какой-то степени на Швейцарию по этой такой рутинности политики тогда парламент не место для дискуссии, когда более-менее умные люди типа Набиулина, Симуанова, Кудрина, они никуда не ушли, продолжали, ну и грехи тоже, продолжали рулить экономической повесткой, может быть, там тублично раскрыто, и главное, что мы видим, что все равно этих людей Путин слушается, слушает, по крайней мере, ну и слушается, если Набиулина говорить, то она реально, будучи либералом известным, вот в это очень тяжелое время, которое нельзя назвать либеральным, она спасает экономику, будучи классным, ну, какой-то год, я помню, назвали лучшим руководителем Центрального банка в мире, возможно, оно действительно так и есть, но это то же самое, как там Шпеер в Германии был классным хозяйственником и до самого последнего момента старался поддерживать экономику фашистской Германии, наверное, в душе, может, он и был тоже либералом, я вполне это допускаю, как с экономической точки зрения, да, экономической точки зрения, вот, и вот она такая же, то есть она политически получается, что, чтобы она не говорила, она в этой системе находится, значит, оболочка системы, такая же и ее оболочка, но с либеральных позиций она жестко и умела сейчас выруливать всю финансовую систему страны, ну, да, вот мы бы хотели, мы бы хотели, чтобы, наверное, так и было, и мы готовы, наверное, были принимать, что все тихо, спокойно и только вот, только подавление свобод, именно публичное, там, запреты выхода на улицу, запреты пикетов, запреты на телепередачи и радиопередачи, которые отражают другое альтернативное мнение, вот, и это нас толкало на улице, конечно, ну, если не считать Крыма, когда все вышли, а потом уже пошли и убийства, и отравления, это вообще отдельная история, да, вот, вот, без всего этого, без всего этого, я думаю, бизнес бы устроил жить в этой стране. А бизнес понимает, что несменяемость власти, 22 года, один и тот же человек у власти, и вот эти убийства, отравления, запреты на свободу, это связанные вещи, что иначе не бывает. Я не могу говорить за весь бизнес, потому что там разные люди, есть и Дерипаски, есть и Тинькова, а есть я, маленький такой, пониматель. Вот, но я уверен, что все понимают, во-первых, есть эффект старения человека, даже не вопрос несменяемости власти, а эффект старения, когда меняется вообще восприятие окружающего мира, когда ты начинаешь ненавидеть все молодое поколение. Это естественно, мы тоже, вот знаете, я думаю, в любой организации старые менеджеры начинают ненавидеть ребят из высшей школы экономики, которые приходят, бегают в два раза быстрее, презентацию делают в два раза лучше, докладывают начальству все там свободным языком. Они их тоже ненавидят, и это фактор такой, который тоже надо принимать во внимание, и может быть возрастной цен тоже учитывать. Ну и, конечно, сменяемость власти, ну вы же прекрасно помните, что бизнес в большинстве своем очень хотел хотя бы второго срока Дмитрий Анатольевич, хотя бы второго срока Дмитрий Анатольевич, но ему, бизнесу, не позволили поддерживать такую историю. Вот, ну, в общем, случилось то, что случилось. Наверное, последний вопрос. Ваш пост заканчивается ну, на крайне такой пессимистической ноте. есть ли шанс на то, что изменится ситуация, да, или там, сомневаюсь. Все низменные чувства 1917-1939 года никуда не делись, они снова всплыли на ферральской волне 2022 года вместе с кровавой бучей, растерзанным Мариуполем и воронами унитазами. И я не могу найти ответа на вопрос, для чего я пытался сделать эту страну лучше. Вы считаете, что здесь нормальная жизнь заканчивается? Я не первый раз пощу такое разочарование, один раз это было, когда были выборы в Госдуму, когда вот это вот все, никакой голосования ничего не прошло. Я тоже пощу что-то такое, но сейчас гораздо более страшная ситуация, когда мы видим тотальный конформизм населения, способного поддержать всю атрибутику, которую мы до сих пор всегда отрицали. И все элементы фашистов государства, которые были у Германии с 1933 года по 1945, они с какой-то поправкой на символику, на модерн, они начали активно проявляться здесь. И самое страшное, что все помнят фотографию, когда в каком-то зале, я не знаю, по-моему, в Рейхстаге, все протягивают руки в приветствии фашистскому, только один человек сложил руки у груди и не делает этого. Сейчас фактически таких людей не остается, кто может игнорировать, все боятся. И конформизм этот фашист приобретает колоссальные размеры. А раз и это происходит, то непонятно для кого мы работаем вот в этом посыл. Мы же не хотим даже будучи талантливыми или не талантливыми, но каким-то продуктивными менеджерами, создавая какой-то продукт, строя какие-то дома, делая какие-то игрушки или еду, поддерживать вот эту массу совершенно обезумевших логических существ, я бы сказал, которые в своем конформизме лишаются разумного восприятия мира. И их не переубедить, потому что что их может переубедить? Переубедить их может такой же психоз, общественный, как и сейчас, только другим знаком. Это люди подверженные общественному психозу, и он сейчас существует и захватил может быть те же 80% о которых мы все время говорим. Это может быть те самые люди, которые аплодировали Горбачеву в огромном количестве в 86-87 годах хватали его за руку и кричали Михаил Сергеевич с вами, помните. Те же бабушки, возможно, сегодня более старые, они кричат, что надо громить Украину и ласково смотрят на все эти пируэты внуков и правнуков, которые букву Z выстраиваются в детском роду. Это могут быть одни и те же люди. Я вот прямо как подседжолог по образованию допускаю, что это все то же самое. Но если тогда для нас это было позитивным таким бэкграундом, который мы могли творить и понимать, что у людей позитивная эйфория, то есть их психоз со знаком плюс, то сегодня этот психоз в обществе колоссальным знаком минус. И тогда в этом психозе можно было выращивать цветы и делать, как тогда Горбачев опять же призывал Ладу самым лучшим автомобилем в мире. Сейчас это не получится, сейчас даже просто страшно что-то делать, чисто физически. Как они воспримут твое поведение, твои высказки, даже твою работу, как они воспримут, я не знаю. Вот в этом такой элемент отчаяния, который я попытался с вами повторить. Вы считаете, что то, что принято называть элитами, российские элиты не смогут переломить ситуацию, ну хотя бы потому что им невыгодно жить в закрытой стране, поскольку они привыкли жить в стране, которая была частью большого мира. Я вообще очень на это надеюсь, что некоторые люди типа Дерипаски, Абрамовича, Алишера, Усманова, вот такие люди, у которых есть колоссальные ресурсы, чтобы справиться, но может быть даже не с самим Путином, это вряд ли им возможно сделать, а с теми людьми из его окружения, которые нашептывают и поддерживают Путина в его, не знаю, заблуждении или просто вот уже в таком старческом восприятии действительности обидчивом, может быть, они с ними могут поговорить, в первую очередь с Ковычуками, например, которые являются прямо ангелами апокалипсиса, они прямо рядом с ним стоят один и другой, и все это изображают в самом черном свете, то, что там происходит, и, соответственно, а мы тут такие светлые, православные, и должны с этим бороться. Вот если вектор их воздействия будет направлен на этих людей, и они способны будут их переубедить и сказать, что, ребят, давайте уже хватит, давайте выходить из этой ситуации и с вашей же помощью уговаривать Владимира Владимировича поменять некоторое взаимоотношение с миром, ну, вот в это я стараюсь верить, стараюсь себя убедить, что ресурсов у этих ребят и хватит, ну, как дальше пойдет, не знаю. Знаете, мне рассказывали, что у Юрия Ковальчака приемная, где-то там, там, где раньше было ТВ-6 или еще какой-то там канал его, не принципиально, и ТВ-5, у него приемная, да, ТВ-5, да, приемная там чуть ли не с половиной футбольного поля, и в этой приемной стоят флаги, 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 флаги всех каких-то возможно стран. И вот это как бы отражение его представления о том, что мир Москва центричен, что на самом деле все самое важное происходит, но если не в его кабинете, то во всяком случае вот в этом городе и с теми людьми, для которых он является, значит, гуру, наперстником и так далее, и так далее, это, конечно, отражение некоторого представления о своем личном месте в истории и о роли Москвы и России в мировой истории. И, собственно, мы, мне как кажется, мы видим отражение вот этого взгляда, что России, Москве, Путину все позволено, почему? Потому, потому что центр мира, центр вселенной находится здесь и нам все позволено и находит отражение в той катастрофе, внутри которой мы с вами вместе, Кирилл, оказались. Представить себе, что человек, который делает свою приемную в таком виде, что он вдруг сейчас поменяет свое взгляд, мне, честно говоря, странно. Слушайте, пока у него приемная не в каком-нибудь крематории, когда кто-то показал, что он вообще сошел с ума на почве убийства людей, не стал маньяком, есть надежда. В конце концов, я не противник того, чтобы люди испытывали гордость за свою страну и считали, что Москва это центр вселенной. Многие американцы считают, что Америка центр вселенной, но это не значит, что страна должна быть убийцей других стран, людей в других странах. Просто совсем другое. Мы могли создавать и биться за ту же русскую культуру, если они так этого хотели, другими методами, просто поднимая уровень подготовки иностранцев у нас или каких-то выставок культурных мероприятий того же Баклета. Все, что у нас было, продолжать развивать и тем самым поддерживать имидж высококультурной нации, которая бы стетенулась. А теперь получается, даже самое обидное это то, что не самое опять-таки все сравнение, но конкурс Чайковского теперь не международный. Но ведь это была наша марка, марка того же Русского мира, к тому же реально Русского мира, которая была создана еще при Алиане Дельче Брежне, насколько я помню. И к ней все тянулись, все музыканты, скрипачи и пианисты мира тянулись к тому, чтобы стать лауреатом этого конкурса. Фактически конкурс номер один в мире. Теперь его нет. Вот. Ну, как международного. И ну, вот об этом надо ему говорить. Ну, тому же Роману Аркадьевичу Абрамовичу к нему как-то подсесть и сказать, Юрий Валентинович, давай с тобой поговорим. Ну, надо что-то делать по-другому. Хочешь русский мир, но не так его надо продвигать. Надо все изменить. Сейчас уже в таких условиях после того, что мы обратили, никуда уже никакой русский мир не продвигаешь. Концепция поменялась. Я боюсь, что к России сейчас во всяком случае на уровне университетов и действительно вот на уровне различных культурных мероприятий отношения примерно как с Северной Кореей. Ребята, конечно, у вас есть многие потрясающие в истории написанные книги, созданные произведения, но вы варвары, а с варварами приличные люди в одном зале слушать даже Чайковского не могут. Наверное. Я думаю, что варвары сейчас это было бы мягкое название. Скорее как убийцы какие-то убивают. Варвары все-таки это было какое-то гуманное название тех, кто плохо говорит на латыни. Здесь все как-то очень все плохо. очень все плохо. То есть ваша надежда только на вот этих супер богатых, супер лояльных, супер имеющих ходы на самый верх, которые могут попытаться уговорить путинское окружение, что надо остановиться. Так? Ну время покажет, просто мы наверное не дошли и мне кажется, что Владимир Владимирович хватит ума не доводить. То есть ситуация, которая сложилась в конце 16-го, начале 17-го годов, когда там и голод, и вши, и болезни в армии, и все дезертирство массовое, до этого он не доведет. Поэтому революционные ситуации не сложатся благодаря каким-то ошибкам на войне. А значит другого варианта, кроме как, если не заговор, то по крайней мере глубокой работы элит с конкретными людьми я пока не вижу возможности изменить ситуацию. То есть вы опасаетесь, что мы окажемся именно в 17-м году, когда будет смятено все, что было построено до того? Нет-нет-нет, я как раз говорю, что мы там не окажемся. Мы не окажемся в этой ситуации. Но даже те вот эти маневры в Украине как-то вроде как не бьются до конца в усмерть там убивая солдат. Понятно, что многих положили, но не до последнего солдата сражаются, отводят, перегруппироваются. В Мариуполе тоже, как Путин сегодня отдал приказ до конца не дожимается Азов-Сталь. Все это говорит о том, что какие-то его красные линии с точки зрения нераздражения военных, включая рядовых, у Путина есть. А это значит, что он страхуется от ситуации 17-го года. И ее мы не увидим. Вот я это хотел сказать. И, соответственно, остается надежда только на взаимоотношения элит внутри этих башен или издали по телефону или как. Я не знаю, как они коммуницируют. Кудрин выезжает куда-то на два дня на лечение в Израиль. мы там, я не знаю. Ну, зачем селиться в том пригороде, где Невзун живет? Почему он не в Тель-Авиле, например, или не в Русалине? Нет, остается в гостинице, где Невзун находится в том же городе. Возможно, они какие-то проводят переговоры между собой и пытаются найти точки, не знаю, как это называется, не G, конечно, точка Z, какая есть у Владимира Владимировича, на которую стоит нажать, чтобы все-таки она выключилась. Ну что ж, вы предлагаете, я вижу, что вы все-таки пытаетесь искать какие-то более оптимистические варианты, какие-то пути выхода. Человек же не может заводить себя прям совсем в крайности своими собственными размышлениями. Мы тогда все сходили бы с ума очень быстро. Мы стараемся придумать конструкты, которые нас же самих и вытянуты с какого-то психологического стресса. Ну вот я вот живу такими мыслями, надеждами. Помимо работы. Спасибо вам большое. Это были итоги недели, которые я подводила вместе с бизнесменом и менеджером Кириллом Лякцем. Кирилл, спасибо вам большое. Спасибо всем. До свидания. До свидания.